Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале EMAGETURO. Мы сегодня добавляем 7 новых свечей на нашу маркетплейс. 8 свечей. 2 фильтрующих элемента VAC и один фильтр для КПП. Наконец-то первый появится у нас на маркетах. Плюс к этому добавим трансмиссию, которую давно нужно было добавить. Я, честно говоря, про нее просто забыл на прошлой неделе. В прошлой неделе мы добавили по Амобилу ЛТ, по Амобилу добавили для 7G-троник, по Амобилу добавили лучшую трансмиссию в мире, как я считаю, 75-90, а я со 6. Одну забыли. Сегодня добавим. Давайте по порядку пробежимся по всему ассортименту. Что касается свечей. Мы свечи добавляем только те, которые вы нас просили добавить последние пару недель. Вы писали в комментариях на ютубе, на дзене, вк, на драйве, писали в комментариях, на маркетплейсах. Мы ваше желание исполняем, добавляем эти свечи, потому что у нас свечей очень много на наших складах в Новосибирске, которые мы продаем через транспортные компании и так далее. Много свечей, много фильтрующих элементов разных, в том числе оригинальных. Но мы их продаем не через маркет, а через наши каналы, через маркетплейсы. Продаем только ограниченное количество. И добавляем туда свечи и фильтрующие элементы порционно. Почему так происходит? Потому что, во-первых, свечей и фильтрующих элементов некоторых не хватает для того, чтобы их распределить по маркетам и продавать еще через наши оптовые склады. Поэтому приходится вот таким вот образом делить все. Когда появляется достаточное количество, мы добавляем их на маркет. Поэтому происходит, это порционно, там свечи по 10 примерно добавляем в неделю. Обычно это делаю я по вашим просьбам, что вам необходимо, то и добавляем стандартно. Стараюсь именно в первую очередь добавлять эти свечи. Вот, что касается маркетов, все ссылки на все наши маркеты в описании каждого видео к этому, в том числе перематывайте вниз в описании, там есть три ссылки на три нашей площадки. На Wildberries, на Ozone добавляют все быстро, мгновенно, на Мегамаркет добавляют в течение пару-тройки дней, там это что-то очень долго переиндексируется, пока еще Мегамаркет тугая достаточно площадка для работы. Вот, ну, думаю, что они исправятся постепенно. Что касается свечей, которые добавляем сегодня мы, это свечи по порядку, давайте пробежимся. SK16HR11 3499 Denso. Сделаны эти свечи в Индонезии, здесь локализованы русский перевод, они реэкспортированы из Японии. Продаются по одной штуке, потому что дорогие. Свечи Denso V20, W20, EPU 3043, у нас EPRU есть уже, EPU добавим сегодня. Ну, такие тоже постановленные свечи. Производятся они в Китае. Локализованы тоже русский перевод, реэкспортированы из Японии. Объясняю, когда мы были в Японии, снимали в магазинах, в разных, у меня даже видео где-то есть на канале, сейчас я себе найду, размещу или можете просто ввести, там, Антон Мэйджити в Японии, посмотрите, там, магазины японские. Во-первых, в Японии, в магазинах, во всех крупнейших сетях, не говоря уже о мелких, там, там, автобакс, елухатов, гараж, джемис, инкары, везде, везде продается очень много свечей, завчастей, всего прочего, аксессуаров, т.д. и т.п. сделанных в других странах, не в Японии, которые для Японии производятся в других странах. Это абсолютно нормальное явление, производится очень много для Японии в других странах, потому что в Японии мало ресурсов, в Японии, ну, достаточно, для Японии, вернее, достаточно мало мощностей, потому что они еще и много экспортируют из своей страны, поэтому много они чего делают на своих заводах, которые у них размещены в других странах, это Индонезия, в Индонезии, кстати, очень большой завод, это Denso, один из самых, наверное, больших, наверное, ну, может, не один из самых больших, один из самых больших в Азии, скажем так, вот. Потом Denso делается в Китае, в Китае тоже у них хороший большой завод, и много продается в Японии в магазинах свечей, которые сделаны в других странах, свечей, запчастей и так далее, электричных элементов, это нормальное абсолютно явление. Что касается перевода локализованного, японцы всегда делали переводы локализованные практически на дэнсо, на свечах, на НЖК тоже делали, вот русский перевод, это нормальное явление было, потому что рынок российский для японцев, кто бы что ни говорил, всегда был очень интересный, и эти свечи, они экспортировались часто не только через дилеров, а просто через оптовые организации, отправлялись очень большим количеством, поэтому тоже нормальное явление. Когда люди видят свечу и видят надпись «Сделано в Китае», сразу начинается паника у людей, ааа, это же да, это же не Япония, свеча-то китайская, блин, что же делать-то? Связано-то с чем? В Китае огромное, колоссальнейшее, колоссальнейшее просто количество поделок под это, под НЖК, колоссальное количество поделок. Вот свечи, которые продаются в Китае под брендами Дэнс и НЖК, многие свечи, они, конечно, по качеству, ну, мягко выражаясь, не соответствуют ничему, вот, и ставить эти свечи, конечно, нельзя. Поэтому у людей возникает резонный вопрос, то, что, ну, вот, в Китае, так что. Много свечей поделок, они не имитируют Японию, то есть не написано Made in Japan, а сделано Made in China, потому что в Китае есть большой завод Дэнс, они много чего делают. Вот, то, что делается, еще раз, давайте расставим точки на «Де», есть заводы Дэнсо, стандартизированные, абсолютно работающие по одним и тем же стандартам. Мало того, что в Японии завод Дэнсо покупает, ну, не покупает, вернее, а получает, вернее, заготовки для свечей, которые производят в Японии на внутреннем рынке, и на упаковке пишет Made in Japan, заготовки получают многие металлические, там, компоненты, и так далее, сделаны в Китае, в Индонезии, на Тайване, ну, в Таиланде, вернее, вот, так далее. Поэтому пугаться того, что свечи сделаны в Китае, если они продаются нормальным продавцом, и везутся из Японии реэкспортные, ну, точно не стоит, потому что они будут абсолютно одинаковы по качеству с тем, что сделано в Японии. Негатив этот, основной негатив, и переубеждать этих людей бесполезно абсолютно, потому что вот они вот, вот, уперты такие, блять, этих людей не переубедишь, потому что, ну, много поделок с этим связано. Люди не понимают то, что завод Denso, который находится в Китае, в Индонезии, в Европе, он будет делать идентичные свечи абсолютно, одинаковые, с теми, что сделано в Японии. Это будут одни и те же свечи, одни и те же. Мало того, что еще скажу в Японии, компоненты используются многие, сделанные в Китае. В Европе на заводе Denso используются многие компоненты, которые сделаны в Китае. Многие люди не понимают этого, потому что сталкиваются с поделками с Denso массированными. Вот, поэтому эти свечи, реэкспортированные из Японии, в торговом доме японском покупаются, но они производятся, соответственно, в других странах. Вот, очень простая ситуация. Те видео, которые у нас в Японии были сделаны, можете сами посмотреть. Кстати, я свечи, которые показывал в японских видео, я их покупал. У меня где-то лежат свечи, они по две штуки продаются там комплектами. Вот, поэтому еще раз, бояться свечей, которые сделаны не в Японии, но везены из Японии, реэкспортные, но точно не стоят, потому что они будут классные по качеству. Надеюсь, с этим я ситуацию все разъяснил, хотя не многим людям этого достаточно будет. Все равно будут там писать свои комментарии. Вот, а что касается свечей, еще давайте пробежимся дальше, остальные добьем с вами. Это ITV-16TT 4718. Свечи достаточно свежие, но относительно более-менее. Вот, они делаются в Японии для перфекционистов специально. Тут локализованный русский перевод есть, продаются по одной штуке. Так, свечи К-16 ПРУ, прям многие люди просили добавить, 3199. Эта свеча сделана в Китае, тоже ли, экспортирована. Так, это все, с китайскими у нас все, с индонезийскими. Сейчас осталось, наверное, все, что сделано у нас в Японии конкретно. Это у нас ИК-16 5303. Но на самом деле мы продаем уже 200 лет эту свечу. Вот, и сегодня добавим на маркет. Многие люди просили, какие-то слухи ходили, что эти свечи, они снимают с производства, будут сейчас заменять. Ну, не знаю, надо проверить. По-моему, они до сих пор производят. Это 23-го года свеча, конкретно вот эта коробочка. Тоже продается по одной штуке, мы их продаем, коробка до 23-го года. Вот, потому что они достаточно дорогие. Универсальные подходят намного, автомобильные разных. ZFR6K116711, свеча с артикулом NGK. Тоже продается по одной, а нет, они продаются с комплектами, тоже по 4 штуки. Делываются они тоже в Японии, свеча японская. Свеча, это мы уже разобрали, две осталось, да, у нас. Это свеча Iridium Max NGK, отличается от обычного Iridium тем, что у него пролонг эксплуатация, то есть можно использовать, ну, давайте не будем загибать палку, наверное, от 100 и выше, скажем так, мягко скажу. Тоже свеча сделанная в Японии, свеча с увеличенным сроком эксплуатации. Вот, ну, думаю, что все-таки больше 120-ти-то не стоит, наверное, все-таки катать на них, в любом случае, плюс-минус. И последняя свеча это у нас SK-20, R11, продается тоже они по одной штуке, дорогие, иридиевые свечи, 32-97. Тоже в Японии. Тоже сталкализованным, переводным русским. Все, по свечам разобрались, давайте фильтрующим элементам. Первый это VAC, мы добавляем для хонды, многие тоже просили, это хонды достаточно такие старенькие, хонды, фиты, аэрвейвы, мобила, но у нас их просто не было на маркетах. Для кузовов GD1234, GG12, GB12 это мобила, аэрвейвы, фиты, напомню еще раз, по, ну, примерно там с 1-го, 5-го по 10-й год, такие машины уже поездившие, но которых много на самом деле. Ну, VAC, как обычно, держит марку, тут все четко, здесь внутри получается такой прикольный пакет с инструкцией, еще раз здесь вынесена специальная табличка с применяемостью, можно что-то сделать, стоп-кадр посмотреть. Вот, и угольный фильтр, здесь есть специальная даже наклейка такая для сервиса, чтобы понимать, когда вы меняли последний раз его. Менять я рекомендую каждый сезон, это будет правильно на самом деле. Ну, может быть, да, фильтры, фильтры, возможно, этого хватит на 2 сезона, но все-таки правильно менять каждый сезон, потому что у нас и экология такая, так себе, скажем, и пыли дофига в городе, и, короче, лучше менять от ГХА подальше, пораньше. А почему второй элемент, фильтрующий VAC A981, он подходит для Suzuki, если память изменяет, SX4, да, что я его подзабыл, с артикулом 1378054LA0, по-моему, Suzuki SX4. Почему некоторые фильтрующие элементы VAC приходят в зеленых упаковках, некоторые приходят в таких упаковках без опознавательных знаков, кроме этикетки, этикетка только VAC. Связано это с тем, что VAC в Японии, ну, бренд VAC, вернее, производит компания Aikino Industries. В Японии в самой фильтры VAC не продаются и никогда не продавались, они делаются чисто для экспорта. Многие слухи о том, что в Японии не делается VAC, это, конечно, бред полнейший, Aikino Industries, это очень старая структура, она работает, это легко найти в интернете, загуглите Aikino Industries, они давно работают в Японии, сто лет они много что-то делают, делают для внешних рынков. Мы пилили фильтрующие элементы VAC, масляные, это было в прошлом году, много пилили, многие японские фильтры, EPE, NITO и так далее. Картриджи, вставыши, которые вставляются в корпусные фильтрующие элементы, масляные, они идентичны у всех японских фильтров абсолютно, потому что фильтрующие элементы, картридж для них делает не NITO, не EPE, не VAC, делают вообще отдельные совершенно заводы и поставляют на все эти три структуры, которые самые известные для россиян, скажем так. В общем, короче говоря, VAC, Aikino Industries, у них структура старая, очень древняя, но она не очень большая, поэтому они размещают на аутсорсе очень много производства, в частности, фильтрующие элементы воздушные, они делают на аутсорсе, размещают на других заводах, в Японии, а производятся в Японии, не Китай, не Тайланд, не Тайвань, в Японии, и поэтому упаковывают такие вот упаковки простые. Это давно происходит, уже много лет, те, кто работает с фильтрами VAC, давно это знают, прекрасно, пугаться этого не стоит, у нас карточки товара обязательно есть на Marketplace, коробка полностью показана, конкретно как она выглядит, внутренности показаны, как выглядит фильтрующие элементы и так далее. Возможно, кстати, я этого не исключаю, что какая-то часть делается для VAC, например, в Тайване, в Китае, в Таиланде и так далее, возможно, я этого не исключаю, но все это все равно, в любом случае, или экспортируется из Японии, в любом случае, сначала в Японию приходят, потому что мы получаем товар-то из Японии физически, поэтому, даже если делается в каких-то странах третьих, некоторые виды по фильтрующим элементам, они все равно, в любом случае, приходят из Японии. Вот, так что по фильтрующим элементам разобрались. И последний фильтрующий элемент для КПП, который мы добавим, кроме трансмиссии, которая у нас осталась еще для разбора, это для КПП новых Камрюх 3533073010. Продается он в такой мягкой упаковке без коробки оригинальной Тойоты. Почему без коробки? Потому что те люди, которые занимаются оптовыми продажами запчастей оригинальных, японских в том числе, давно с этим работают, знают, как везутся в двадцатках и сороковках продукты оригинальные японские из Японии для того, чтобы вы на карго нас экономили. Поэтому фильтрующие элементы везутся в таких мягких упаковках, конечно же, естественно, не только из Японии, из США и так далее. Вот, они маркируются, просто есть такая вот наклейка, такая небольшая, она наклеится на упаковку, на мягкую, и все. Это вся упаковка. Вот, делаются эти фильтрующие элементы корпорации Denso. Делаются они в Японии, это японский продукт, это не экспортированный китайский, это японский продукт. У него есть артикул здесь, PI66GF30, это артикул уже, наверное. Вот, на самом деле, фильтрующий элемент простой совсем, как три копейки, здесь ничего сложного нету, внутри находится обычный бумажный фильтр, внутри пластика в этой конструкции. Конечно же, естественно, стоит реально, как крыло самолета. Подходит он для камрюх, которые с АКПП, для свежих 70-ок, это все, кроме... Какая там у них, там, гибридная, это... ЭОМА, да, гибридная, по-моему. Подходит А25А, получается, и два GRFKS. В общем, где АКПП стоят, 70-ки. А китайские фильтрующие элементы можно ли брать? Да можно, конечно, да. На самом деле, вот, что касается фильтрующего элемента АКПП, если он сделан четко по лекалам, китайские, четко подходит по размерам, по стандартам, особенно посадочные гнезда, что очень важно. Посадочное гнездо должно быть четко соответствовать размерам, высота, длина, то есть полностью лекала совпадать должны. Ну, естественно, как бы крепление, само собой разумеется. А вот у китайцев бывает такое, мы уже это рассматривали, мы пилили с вами, помните, у нас 12 было нараспил одинаковых фильтрующих элементов для АКПП, это, по-моему, были самые такие ходовые, GT 425-е, самые ходовые фильтрующие элементы были. Мы пилили их. И некоторые посадочные гнезда, они не совпадают с тем, что на оригинале. Поэтому, конечно же, настоятельно рекомендую читать форумы, изучать, какие фильтрующие. Ну, хотя форумы читать сейчас тоже, блин. Где сидят одни представители этих брендов и рекламируют свою продукцию, тоже дело неблагодарное. Не знаю, по опыту своему, короче. Ну, этот оригинальный, конечно, будет соответствовать полностью по размерам. То, что в Китае могут сделать. Ну, как правило, сейчас китайцы уже научились делать нормально, они уже делают по-стандартам. Потому что раньше, что было, творился треш какой-то, когда там просто, например, могли, ну, сместить это, например, там, посадочное гнездо-то на, там, 3 мм в эту сторону, к примеру, там, или сделать его шире, или выше, или там, ну, короче, сделать так, что, соответственно, масляный поток здесь либо не попадает, либо он выливается в какую-нибудь в сторону, мимо фильтра проходит. Такие случаи тоже бывали, нечасто, но вот. Вот. Поэтому это, конечно, образцово-показательный стандартный фильтрующий элемент, Denso, который, ну, гарантированно поводит, как в вашем автомобиле. Ну, можно найти дешевле, да. Вот в этом случае конкретном данном сэкономить на самом деле, наверное, да, можно. Потому что мы пилили, еще раз напомню, 12. Я, кстати, замечу в описании к этому видео ссылочку. Пилили мы 12 тольщих элементов для КПП. И, в принципе, везде сама бумага фильтрующего элемента, она везде плюс-минус одинаковая. Вот. Поэтому переплачивать, конечно, только в том случае можно, когда там, ну, машина прям новая, свежая. Тогда, наверное, есть смысл брать все-таки ОИМ фильтра. В обратном случае, если машина старенькая, вы экономите на всем. Ну, наверное, нет никакого смысла иррационального зерна в использовании ОИМ фильтра, потому что стоимость у него сейчас, конечно, капец. Так, что касается трансмиссии. Мы добавим, наконец-то, мобиловскую АТФ 3309. Что такое 3309, кто давно занимается мобилом? Правильно, это Тойота АТФ Type-T4. Не путайте, это к ВСК не имеет отношения Type-T4. Вот, это 3309. Он 200 лет уже делает. Сейчас еще много машин ездит, которые на Type-T4, на самом деле, как ни странно, остаются. Ну, в принципе, они еще будут много ездить, потому что качество было классное в то время КПП, которые делали Айсиновские. Они поэтому будут еще 100 лет кататься. Вот, Тойота, тоже самое Type-T4, абсолютно одинаковый, идентичный. Делается он во Франции, в Гравиншоне. Здесь есть на бачкоде G, буковка это Гравиншон. Делается тара на Инвапаке. Я уже рассказывал про отличительные особенности. Здесь есть следы от размыкания пресс-формы. По нижней части идут примерно около полсантиметра, примерно 7 миллиметров от нижней платформы, нижнего края. След от размыкания пресс-формы вот такой идет. Давайте сфокусирую. Такая еле, видимо, полосочка. Подельщикам обычно они делают здесь размыкание пресс-формы. Более простая такая пресс-форма используется. Ну, соответственно, продукты оригинальные. Здесь двойная этикетка задняя на клеевой основе. Вот на нашем продукте есть голограмма, переливающаяся. Ну, такая себе защита, конечно, но тем не менее. Предложений по рынку огромное количество. Я, наверное, завтра сниму видео. Вот сегодня смотрел просто на Вайлборисе. Там какой-то трэш творится, например, по мобиловскому предложению. Поэтому... Ну, тут дело ваше. Еще раз я не настаиваю выбирать самый дорогой вариант, конечно, чтобы купить оригинальный продукт. Но все-таки будьте разумными, потому что на маркетплейсах по мобилу... Ребят, на этом... Это вообще трэш творится. Поэтому будьте внимательны, конечно. Продукт дорогой. Но, опять же, в КПП вы меняете не так часто. В принципе, можно его смело смешивать с любым Type-T4. Это тойотовский Type-T4, американка, японский Type-T4, металлические банки и так далее. Поэтому можно смело использовать, так как японцы не делают Type-T4 литрушки, имеется в виду, железная банка. У кого есть железная банка, кому нужно там литр, не знаю, долить просто, можете покупать вот 3309. Потому что одно и то же. У него, помимо тойотовского спецификации, есть еще, конечно же, по Audi, по Volkswagen. По Volkswagen у него G055-025A2. По GM, естественно, есть это 998-6195. Вот, есть еще по Ford там M2, C2, 24A. И по Volkswagen еще TL52-540A. Вот, что касается продукта этого, он у нас, возможно, еще появится скоро в 20-литровых канистрах. Но это не точно. Вот, поэтому пока что литрушки. Все, разобрались с этим всем. Смотрите, звоните, пишите. Mobil еще раз напомню, продается у нас только на наших маркетплейсах Wildberries и Megamarket. На Озоне Мобила нет. У нас есть ограничения по брендам, у нас на Озоне нет, например, на Мобила и Кастролу. Вот, поэтому имейте в виду Wildberries и Megamarket. Сегодня появится на Wildberries и на Megamarket появится чуть позже, потому что там больше, дольше индексируется. Надеюсь, это видео стало для вас интересным, полезным. Смотрите, пишите. Тут у нас просто очень много работы накопилось. Пришло у нас товар японского, который мы ждали давно по новому нашему ассортименту, по продуктам питания и по продуктам потребления народного. Пришло много товара, около 300 позиций. Это капец, конечно. Вот придется сейчас сидеть днями и ночами в офисе, чтобы все это заводить и так далее. Вот мы сейчас попробовали сегодня кофе. Вчера, вернее, уже попробовали на работе кофе японский. Вот, мне понравился, не знаю, оно такое, знаете, вкус насыщенный, чуть горьковатый, наверное, ближе, 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 наверное, не знаю даже к чему. Старбакс, вот, который крепкий, к нему, наверное, ближе. Вот, потому что лаванс, который у нас в офисе экспресса, это, конечно, такой более трешовый кофе, скажем так, более такой простой. Это кофе такой более серьезный, он насыщенный, обжарка действительно классная. И отличие еще японских продуктов, которые кофе делают, да, в том, что, ну, у них нет поделки, потому что сейчас поделки по Старбаксу и по лавансе на маркетах, тем более, поделки просто огромное количество. По крайней мере, здесь можно быть уверенным, что кофе оригинально настоящий. Но это мы коснемся позже, давайте не будем за этим останавливаться. В общем, магазин у нас запускается по продуктам во вторник следующий. Будет отдельное видео большое, мы очень долго думали на название, в общем, решили называть его все-таки не My GT Food, как было первоначально, My GT Home, что более правильно отражает то, что будет там продаваться. Там будут продаваться всякие продукты питания из Японии, возможно, в дальнейшем еще и из Кореи тоже в том числе. И будут продаваться там еще продукты народного потребления, салфетки разные, аромантизаторы и так далее. Мы из нашего ассортимента, из основного магазина на Озоне, на Валбрис, на Мегамаркете, выведем эти продукты, товары и оставим на специально, на отдельном большом магазине, потому что смешивать между собой продукты народного потребления, тем более продукты с маслами, запчастями, ну, как-то не камильфо. В этом будет отдельно у нас вынесен магазин для этого специально сделанный. Ждите анонсы, в общем, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok